Сангейтс 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 Это необычная трактовка социальной жизни. О, точно, социальная жизнь. Скорее всего, вы делаете анализ социальной жизни, которая была, скажем, в ваших двух континентах, которые там происходят, психоаналитический анализ здесь и психоаналитический анализ там, который происходит. То есть, что нас объединяет, скорее всего, и что нас разделяет. Монталитет. То есть, ну, все равно что-то есть общее. То есть, у вас труд огромный. Я пытаюсь что-то ухватить, но идея очень интересна у вас. Что касается, если возьмем, что еще можно взять? Ну, по характеру, конечно, вы добрые. Но, правда, у вас вообще времени нет. У вас все расписано. Что касается здоровья, надо немножко подумать о себе. Подумать, потому что иногда у вас шалит... Это понятно, что сердце. Клиенту, пациенту, называйте это как угодно. То, что, в принципе, кроме того, что они поработают над ним сами, они могут, если у него есть какие-то данные, эти данные нетрудно, я думаю, обнаружить профессиональному целителю на энергетическом уровне, если у него есть данные, то они обучат его элементарным приемам, которыми, которыми, которыми этим приемами он может сам себе помогать. Не бегая постоянно к целителю и не ища у него защиты. То есть, если у него, конечно, есть хоть какие-то данные, чтобы он сам себе мог помочь. То есть, таким образом, мы, опять же, возвращаемся к рынку. Они немножко сбивают себе рынок. Они знают, что, обутив человеку элементарным приемом избавления от болевых ощущений, предположим, они таким образом гарантируют, что он не прибежит и не заплатит к ним второй раз. Это, как бы, они подрывают себя. И есть другой опыт, я тоже в блогах посмотрел, когда многие, как бы, и пациенты-целители, и сами целители профессиональные говорят о недобросовестных коллегах, которые сначала дают облегчение, а потом также искусственно на энергетическом уровне вызывают какие-то ощущения неприятные, болезненные, чтобы человек пришел к ним снова и выложил определенную сумму. Ну, это кормушка, да, есть такие люди. То есть, такое бывает на практике, да? Все бывает. Я, например, всем все рассказываю. Я каждому, кто приходит ко мне, я ему даю возможность. Я рассказываю вот эти камни для этого, что тебе нравится. Купи себе камень и сам себе делай вот этот массаж. Я тебе сейчас делаю, вот тебе нравится, вот муж, жена, друзья, пускай они тебе сами делают. Пускай вот это, что ты ко мне будешь бегать. Вот, потому что если ты ко мне будешь бегать, я с тобой буду заниматься. Я все время, ты будешь мне дойную, как станешь, как дойная корова, будешь мне деньги давать, да? А в итоге я не помогу другому, который нуждается, потому что у меня времени не будет. Поэтому я должен тебе дать это, что я знаю, что ты просишь. На, возьми, сам делай. Потому что придет другой человек, который я ему тоже сам дам. Потому что в итоге люди, у него когда-нибудь что-то, который первому дал в одну теме, что-то помочь. У него появится когда-нибудь другой вопрос, другая тема. Он опять придет ко мне, потому что он видит, что я человек не вру, лояльный. Я его не использую, как обманываю, как дойная корова. На него деньги не зарабатываю. То есть я отказываюсь от этого. Я ему даю возможность, чтобы сам все это делал. То есть мне не нужно привязывать какого-то ко мне. Потому что, первое, лично мне это скучно. Второе, каждый новый человек – это новый мир, новые познания, новый интерес. И мне интересно общаться с чем больше людей, тем больше это интересно. И я не испытываю такого, как сказать, сумасшествия, чтобы кто-то прицепился и давай его там. Тодор, вы как волшебник. У Шварца помните пьесу «Обыкновенное чудо», когда он медведю говорит «Уйди, ты мне стал неинтересен». Примерно так же происходит с пациентом. Вот тебе минерал, лечись и уйди. Не, ну на самом деле, есть люди, которые интереснее разговаривают, да, с ним общаться. Он не пациент, все нормально. А что с этим, одни тоже пациент. Да, он мне, ну я уже ему сказал, что от меня еще хочешь. На, тебе сам кушай. Вот, человеку надо научить не давать ему рыбку, а дать ему удочку, чтобы он сам ловил. Я рыбку никому не дам. Я ему дам удочку, иди лови сам рыбу. Все. Может тебе дам рыбу, но ты ее купи себе один раз и купи себе удочку, если совсем это. Но я тебе ее так не дам. Я за тебя не буду ловить рыбу, я не хочу. Удочку сам лови, мне некогда. Вот это вот здорово. Вот это уже совершенно четко определенная позиция. Эту сентенцию я, пожалуй, даже себе запишу, так в память, да. Не надо давать человеку рыбу, надо дать ему удочку. И пусть он словит ее сам. Ну, я честно говорю, я очень обожаю в метро, когда я иду, вижу люди там, играют на скрипке, на что. Я обязательно деньги даю, потому что, почему? Потому что они атмосферу разряжают, они создают некий комфорт, некое интересное, некая мечта, там еще чего-то. Иногда стою, отдаю деньги. Но тот, который просто идет просить, я никогда ему не дам деньги. Почему? Да просто элементарно, он не хочет работать. Он не хочет, он тупо не хочет. Он берет на жалость. А я жалостливый человек, но на это жалость я не хочу давать. Потому что он, ну, неправильно этот человек живет, я так считаю. Если я вижу, что у человека нету деньги на самом деле в магазине и хочет купить, я куплю ему, дам. Были случаи, когда я брал хлеб, говорю, давай я тебе хлеб куплю, дам. Нет, не надо мне хлеб, я очень сильно есть хочу. Ну, давай я тебе куплю, еду. Нет, не надо, дай мне деньги. Даешь деньги, он идет, покупает алкоголь или чего-нибудь. Он не хочет это, он не голодный. Поэтому я не хочу заниматься этим, я даю тем, которые что-то делают. То, что я могу, что-то создает. На эту тему был хороший американский анекдот, но как-нибудь в следующий раз я его уже так применю, потому что это на самом деле так. Кстати, одно интересное наблюдение. Здесь в переходе под мостом Джорджа Вашингтона, при входе в метро, сидел лет пять, наверное, или шесть. При мне постоянно один гитарист, который наигрывал все время один и тот же мотив Элвиса Пресли. Я сейчас скажу, что было. Ну, говори. И? Да. Ты говори, говори. Я закончу фразу, да. И потом, где-то лет шесть он сидел на игровой один и тот же мотив, и потом, видимо, ему надоело, и он решил передать это место своему молодому уже напарнику, последователю, скажем так. И я присутствовал при церемонии передачи этого места в подземном переходе. И вот пришел этот черный человек, пожилой уже, который всегда сидел в таких обносках. Он пришел в потрясающем костюме от Версачи. Он принес свою гитару, да. То есть на его туфли надо было посмотреть. Там, ну, наверное, тысячи полторы или две с половиной стоили одни только туфли, которые были на его ногах. И он был такой интеллигентный, утонченный, черный, такой с подбритой бородкой в шикарном костюме. И он торжественно передал свою гитару молодому. Сиди теперь, зарабатывай ты на этом месте. Все. И молодой начал петь примерно ту же песню. Я на Арбате как-то шел, видел там два мужика, что-то сидят, а один на скрипке что-то пытается играть там это все. Я подхожу, ну, понятно, что играю за денег. Я беру, я говорю, ну что, сыграю? Он, да, сыграю. Я ему даю сто рублей, он так обалдел. Это было, когда доллар был тридцать рублей. Никто там не дает такие деньги, редко кто-нибудь. И он смотрит на меня, я говорю, сыграй. Он говорит, что? Я говорю, сыграй свою душу. Он так посмотрел на меня, я говорю, ну сыграй, что у тебя на душе. То есть сыграй свою душу, сыграю. Он что-то пытался, скрипка замокла. У него ничего не получается. Он поднял глаза и смотрит на меня, говорит, а ты кто? Я говорю, вот видишь, я кто? Я тот, который тебе доказывает, что ты ничего не умеешь. Если ты не умеешь, это зачем ты здесь стоишь? Мужик, я тебя понял. Я больше не буду. Ну, правильно, да. И передал свое место своему молодому. Я не знаю, но когда ему сказали, сыграй свою душу, он был в шоке. Говорит, ты кто? То есть для него я не знаю, что там. Но, на самом деле, это очень важная вещь, кстати. Не мог ничего делать. Мы сейчас с этого юмора можем перейти на одну действительно очень серьезную вещь. Потому что человек, смотрящий из себя наружу, и человек, смотрящий снаружи в себя, это совершенно две разные вещи. Вы его заставили посмотреть не в мир, а посмотреть из мира в себя. И он там ничего не нашел. Это ведь очень важно. Обратное зрение, обратный взгляд. Переверни свой взгляд, зрачки внутри, посмотри в свою душу. Вот, Данте Легене писал. Что ты увидишь, это твое. Это дантовская сентенция, согласен. Потому что нужно посмотреть в себя. И что ты там обнаружишь, вот там-то ужасы все и начнутся. Человек не мог играть, скрипка не играет, у него все трясется. Все, он в полный шок в человеке произошел. Я развернулся и ушел. Что было, не знаю дальше. Я не знал, что так скажу, что так импровизация была. Но я понял, что он врет. И поэтому его так. Лишил человека заработка. Теперь ему придется искать новые способы. Я хотел, чтобы душу сыграть, чтобы он развеселился. Чтобы душа пела. Как мы говорим, душа поет. Чтобы все это было от души. А он туда посмотрел. Он посмотрел. И стал нехорошо. Ему плохо стало. Но это, наверное, тоже в своем роде целительство, на самом деле. Потому что я не скажу, что ты исцелил его душу. Но, по крайней мере, ты заставил его в нее заглянуть. Вопрос, поднявши обезумевшие глаза и смотревши на меня, я никогда не забуду. Говорю, ты кто? Неважно, заболел ли сегодня третий палец на левой ноге или еще что-то. Главное, в душу себе вот так вот человек посмотрел и получилось вот. И получилось вот именно это. Ну, потрясающе, да, наверное, если каждый начнет заглядывать себе в душу хотя бы периодически. Смотреть внутрь себя хотя бы там пять минут в день и оценивать. То организации похоронных будут не успевать. Пламп перевыполнят. Ужасы какие, да. Тут у нас как-то мы очень смеемся над пессимистичными картинами. Вам не кажется, Тодор? Да, Михаил. Ну, я смотрю, мне уже не до смеха становится. Почему? Уже, ну, я не знаю, там, такие вещи уже. Да, от альтернативного целительства как-то по ассоциациям мы уходим, уходим, уходим. Но это мы на самом деле не уходим, потому что вот здесь Тодор абсолютно прав. Если говорить об альтернативном целительстве, то одно дело использовать человека, который может исцелять тебя. И другое дело смотреть на свои энергетические ресурсы. Чем ты обладаешь, что у тебя внутри, каким состоянием ты обладаешь и настолько ли светла твоя душа, чтобы могла помогать тебе самому, помогать твоему телу. И вот это вот разделение души и тела, оно ведь всегда как бы сочетается. И Тодор со мной согласится. Если в теле что-то болит, то нужно, наверное, покопаться в своей душе и поискать, почему это болит. И, наверное, всегда причина найдется. Как бы это ни было, если это не вирусное заболевание, привнесенное. Это все вместе. Это все вместе. Ну, вы знаете, интересная вещь. Я вот сейчас в очередной раз там читаю Кастанеду. И там интересно, он, конечно, описывает разные варианты. И как сигналы, которые мы получаем. Ну, вот то, что с нами происходит, это постоянные сигналы, которые происходят. Вот что-то произошло, это сигнал. Что-то плохое, сигнал. Что-то хорошее, сигнал. И мы их не воспринимаем, эти сигналы. Как научиться воспринимать сигналы? Как научиться слушать себя, слушать то, что вокруг нас, Вселенную и так далее? Тодор, как вы считаете? Научиться говорить «благодарю». Надо благодарить самого себя. Благодарить своему сердцу, свои почки, свой живот, свои головы, свои руки. Благодарить своим клеткам. Когда ты благодаришь самого себе, когда ты относишься уважительно к себе и уважаешь и любишь себя в этом плане, ты заботишься о себе. Вот это тогда от тебя начнет, как говорится, вот эта энергетика, которая идет, она будет распространяться вокруг тебя. Ты тогда почувствуешь и мир вокруг тебя, потому что тебе хорошо, тебе прекрасно. И ты увидишь мир уже с другими глазами, не с болью. Когда человек болеет, он весь мир не любит, не навидит, и он не ощущает этот мир, потому что у него все болеет. А когда у него все внутри нормально, хорошо, и он начал от себя, то он увидит мир совершенно другого. Он увидит и кошечку, и птичку, и букашку, и планету, и все, что угодно увидит. Он увидит и душу другого человека. Ты не можешь душу понять другого человека, не имея душа. Ты не можешь понять слезы другого человека, если ты не плакал. Понимаешь, вот это так устроен мир, и поэтому надо начинать с себя. Если не начнешь с себя, то ничего не поймешь, этот мир. Освободиться, расслабиться от этих стереотипов. Это, Тодор, все правильно, вы все правильно говорите, все отлично. Ну вот, допустим, человек, ну ладно, мы хоть каким-то образом, я езжу там куда-то в Индию, Ярослав тоже там, тоже у него свои спиричуал практики какие-то. Ну все вроде бы как понятно. Ну вот люди вот слушают нашу программу, ну не знают они, вот как заглянуть, как это было. Понимаете, ну вот у меня был один, есть один человек, с которым я вел программу. Известный врач, кстати, из Москвы, он сейчас живет в Таиланде, такой Дмитрий Шуменков. И вот он все время говорил такую вещь, с чего надо начинать все эти практики. Он рассказывает, как надо быть, причем врач обычной медицины, conventional medicine. Но тем не менее, он ведет какие-то совсем другие программы. И вот первое, с чего надо начинать, это быть честным. Я вот как-то не понимал, что такое быть честным по отношению кому и куда, к себе. Но это быть честным по отношению к себе, да, я понимаю, я взял на вооружение и говорю, подойди к зеркалу и ты увидишь, в чем проблемы. Все очень просто. Но попробую еще потом разобраться. Подошел, увидел, окей, во мне проблемы. Как это все ликвидировать, как это все себя вот этим самым исцелить. Есть ли какие-то методики? То, что вы говорите, это, ну, как бы теория. Да, я понимаю, как это сделать практически. Сесть в медитацию. Убрать свои желания. Свои желания. Какие могут быть методики? Это говорил Будда. Давайте мы уберем все желания. Ну, трудно убрать свои желания. Я не знаю, что Будда говорил. Я с ним не обтялся. Как бы тоже нет, но я был просто на эстритах, где об этом... Но, в принципе, я так понимаю... Я в юморе, я люблю юмор. Поскольку Будда фактически вечен, то с Буддышек ему не можно пообщаться, если захотеть. Ну, можно. Да-да-да, даже сегодня. Миша может... У меня недавно женщина, вот, тоже проблемы были. Муж там изменяет, туда-сюда. Я ей сказал, убери свои желания по отношению к мужу, к этим, к этим, к этому. Ты посмотри в себе, все в себе, внутри. Разбери, что ты хочешь. И принимай решение. Один раз разгар, на следующий день она говорит, Тодор, я принял решение. Ушла от мужа и еду к маме. Теперь я свободна, я счастлива. Это было правильно. Она получила сигнал, и она ушла, и была счастлива. Ну, тоже, почему нет? Всякое бывает в этой жизни, правильно? Надо было слово сказать просто кому-то. Надо было толкнуть ее, и все. Но вот тут есть интересная деталь, господа, которую я хочу отметить. Что все гении, жившие на Земле до сих пор, гениальные писатели, гениальные поэты, гениальные композиторы, гениальные ученые даже, были как бы не обузданы, как правило, в страстях и в желаниях. Вы не обратили на это внимание? То есть, в принципе, какая-то система гениальности, она определяется тем, что человек никоим образом не накидывает вожжи на свои страсти, на свои желания, и тогда создает нечто гениальное. И если он эти вожжи накидывает, он может быть здоров, может прожить там 100-120 лет, но тем не менее ничего гениального он уже не совершит. Согласен. Это когда есть идея творческая, когда что-то делает. А если мы говорим о личной жизни, и человек страдает духовно, там, проблемы с этим, с этим, с этим, с этим, с этим, то есть у него куча много несерьезных желаний, которые есть колесо от Мерседеса, блин, я плачу, где мне этот Мерседес достать? Ну что за ерунда какая-то? Ну зачем страдать-то? Ушел человек, ушел. Было это, было. Надо по-другому как-то это все. И не надо там завидовать никому. Если начнешь с этими, с этими заповедями там еще что-то разбираться, то все уже сказано. Ну просто людей не хотят разбираться. Одна девушка мне достала как-то в Петербург, что-то там все обещаю, пишу, 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 все понимает, понимает. Я ей говорю, знаешь что, возьми и прочитай все 10 божьих заповедей, там все сказано, потом поговорим. Ладно. Она на следующий день мне пишет, и через два дня, Тодор, огромное тебе спасибо. Я всю ночь читала эти заповеди, и наконец я поняла. Что поняла, я не знаю, но она говорит, я пошла на работу и сразу нашла две места работы. А, ну может быть, да. Тут даже не заповеди, а горную проповедь в этом случае надо читать. Это еще лучше работает. Потому что заповеди, они как бы уже укоренились. Она в себе поняла что-то, что-то такое необычное. Я говорю, в себе ищи проблемы. Не то, что тебя на работу не берут. Тебе не берут на работу, потому что у тебя проблемы и внутри. У тебя стойка другая, позиция другая, взгляд другой. Ты пришла и хочешь устраиваться бухгалтером. Ну какой же ты бухгалтер, если у тебя походка не бухгалтера? Ты будь бухгалтером. Ты будь этим. Ты будь хищницей. Ты будь такая вообще, как бухгалтер, оденься. А что тебе делать в каблуках такая там вся поплюсыная? Какой ты бухгалтер, нафиг. Ты хочешь быть по профессии, оденься по профессии. Вот это уже методика, о которой вы правильно рассказываете. Во-первых, как я понял, уже две вещи есть. Значит, первое, это надо прочитать заповеди все, и тогда можно найти место работы. Во-вторых, надо одеваться как бухгалтер, и походка, чтобы была не от бедра, а, понятно, совсем от другого места. Вот тогда будет все нормально. Как гвозди забивать? Вот тогда можно найти работу бухгалтера. А Тодор, как найти работу... Сейчас, Ярослав, я подключил. Как найти работу экстрасенса? Можно? Хочу я искать. Дай объявление, они тебя сами найдут. Да, ну надо же как-то, в общем-то, соответствовать. Вот вы вот сейчас вот Леонида взяли, так сказать, определили, он ошеломлен и ушел. Ничего не понял. Он говорит, я в это вообще-то не верю, но давай попробуем. Я просто, Михаил, маленькое дополнение. Я знаю, какие заповеди работают для работы бухгалтера. Не укради и не возжелай. А для работы экстрасенса какая заповедь? Ну, тогда это не бухгалтер, если заповедь не укради. Главное, чтобы тебя не поймали. За заповеди не попадайся, еще не было. Ну, знаете, как в кино, вот я там смотрю, вот эти, которые, в законе, которые они говорят, вот выпьем за то, чтобы у нас все было, и то, что нам за это ничего не было. Ничего не будет. Интересный, тост интересный, да. Когда я там был, таких тостов не было, вообще-то говоря. Ну, мне понравилось, да. Но, тем не менее, мы возвращаемся к теме работы целителей или экстрасенса. Я так понимаю, что, конечно, нет таких организаций, которые принимали бы на работу, там, куда надо было бы писать в режиме, столько-то излечил, столько-то лет практики и так далее. Но, тем не менее, все равно человеку приходится пробиваться, как любому человеку в обществе, и целителю, и экстрасенсу. И что бежит, телега или лошадь впереди в данном случае? То есть, слава об исцелениях, предположим, о предсказаниях, бежит впереди целителя или ясновидящего? Или эту славу нужно тянуть за собой путем какой-то рекламы определенной, постоянного напоминания о себе? В России на сегодняшний день работает имя. Ты подтверждаешь этого, как сказать, написано, что там сказали, что ты такой, да, и ты подтверждаешь это дело. Есть тут такая психология, если в детском, то есть в первом классе, условно, зайдет человек и скажет, здравствуйте, дети, я ваш новый учитель. Все дети скажут, воспримут его как новый учитель. Но если вместо учителя придет сантехник и скажет, здравствуйте, дети, я ваш новый учитель, они этого сантехника воспримут как учителя. А учитель придет и скажет, я ваш учитель, они скажут, что у нас уже есть, ты не тот. То есть есть первичная психология восприятия. Они уж и штамп поставили, и дальше идёт по накатанному. А эта психология моделирует телевидение, реклама, всё. А ты хочешь или не хочешь... Очень часто мне говорят, я говорю, я не хочу это говорить. Говорят, какая у тебя разница, там, трали-вали, ещё чего-то. Это шоу, это всё, это надо будет там ещё. То есть они моделируют сознание людей до меня предварительно, а потом я иду, отдуваюсь, иногда даже смотрю интернет, смотрю, что по мне пишут и что по мне сказали. Я сам диву-дивлюсь. Надо же, я ещё, оказывается, я астрологом, ещё чего-то, что-то где-то. Бог его знает. И приходится мне отдуваться. То есть иногда кривая информация проходит. Так вы скажите, я тут напишу, у нас в нетворке есть. Вот как всю правду напишу. О том, что никакой вы не астролог, никакой вы не... А нет, вы экстрасенс, простите. Никакой вы там, кто ещё? Что ещё написать? Даже в Facebook меня астрологом написал. Серьёзно? Ну, помнишь, говорил, что там закончил астрологический институт в Латвии. Откуда это в Латвии астрологический институт? Конечно, я никогда в жизни не был. Перепутали с женой. Она в Москве учится, но не в Латвии. Причём тут жена. Она близко не стояла в моём адресе в Facebook. Что он так придумал этот Facebook? Я не знаю, что он так переделал. Я не помню, стёр ли это, не стёр, мучился долго. То есть, если бы у нас была ассоциация целителей и экстрасенсов, мы бы там всю правду написали, никто бы не был. Вот я же говорю, надо создать не только ассоциацию, надо создать ещё нетворк такой. И тогда мы будем всю правду рассказывать о том... Но вот на самом деле Михаил абсолютно прав, что в виртуальном виде это было бы замечательно выглядело. Потому что люди не встречаются с друг с другом, они встречаются друг с другом только в виртуальном пространстве, обмениваются каким-то опытом, мнениями, сохраняют элементы правды. И это будет как бы первый и единственный источник, более-менее правдивый о тех людях, а всё, что остальное, как бы это уже наносное, как илврики. Вы понимаете, дело в чём. Дело в том, что так оно всегда было. Вообще-то я это отношу к тем ведическим временам. И когда мы говорим про какую-то ассоциацию, какое-то сообщество или просто общество, это тот самый деструктивный, скажем так, маятник, на котором кто-то где-то работает. Это по описанию Вадима Зеланда, известного российского писателя. Так вот, в данном случае как раз-таки вот Ярослав схватил это всё. Я не имел в виду ассоциацию в том плане, как мы это все понимаем и видим, где сидят вот эти вот все там сообщества и все друг друга. Это не битва экстрасенсов на самом деле. Это действительно люди, которых мы, естественно, каким-то образом определяем с помощью тех же самых экстрасенсов, которые действительно настоящие люди. И если я лично с кем-то общаюсь, то я тоже могу, не обладаясь транссенсорными какими-то особыми способностями, определить, это правда или нет. Это действительно человек хочет помогать или это просто какая-то личность, которая пользуется тем, что у него какие-то есть данные и так далее. Нет. Это именно для помощи. И вот это вот я имею в виду. А всё то, что у нас вот эти социальные нетворки, ну там действительно кто хочет, то и пишет. И это совершенно находится, во-первых, неконтролируемое. Если я хочу чего-то, если у меня хотят чего-то удалить, то я никак это не возвращу. Причём выясняется о том, что это действительно есть какие-то силы, которые за этим всем наблюдают, контролируют. И какие-то вещи, которые, ну, как бы не рекомендуется писать, они вот так считают эти силы, будем называть в кавычках, они их просто убирают или пишут что-то такое непонятное для каких-то, опять же, своих непонятных каких-то целей. Ну, это смотря как. Социальные сети – это, в принципе, рабочий инструмент. Главное его использовать так, как тебе надо, а не так, чтобы... Это не... Я не воспринимаю социальные сети как средство развлечений, на самом деле. Но это мы уже совсем от темы уклоняемся. Я тоже так считаю. Да. Теперь у меня вопрос ещё один к Тодору, который сегодня вот так заранее готовил. Опять же, вот, рыская по блогам и по соцсетям, обнаружил такую интересную вещь. Как раз то, что касается энергетического целительства и того, что профессиональный целитель или специалист по такой... По активизации внутренней энергетики может научить человека, я не знаю, кто-то у нас приходилось сталкиваться или нет, каким-то образом людей учат так называемую дыханию через заболевшие органы. Вот что это такое? Вы с этим сталкивались? То есть, оказывается, можно дышать через руку, дышать через ногу, дышать через, как пишут, через клетки кожи лица, этим улучшая. Вот какой-то такой особый способ дыхания, который способствует приливу крови к определённому, может быть, немножко больному или просто не очень здоровому участку тела или какому-то органу этого тела. И вот таким вот образом человек может сам себя регулировать, сам себя контролировать. Конечно, не в патологических случаях, но тем не менее в случаях каких-то болезненных или, предположим, неустройства собственной кожи лица. Такое, в принципе, возможно или нет? Ну, я считаю, что почему невозможно? Всё тело дышит, через все части тела нас дышит постоянно. Но для того, чтобы сделать, чтобы мне дышал я только рукой, а не дышал здесь, я считаю, что это немножко, как сказать, сильный мозговой напряг. И если я сильно напрягаюсь, то я дышу здесь, побольше дышу здесь, а тут меньше дышу. То есть я опять концентрирую своё внимание на какой-то части тела, она дышит, она хорошо, там туда-сюда, опять какая-то мозговая интервенция сюда, на этой месте. Но насколько это повлияется, вот это дело, я не знаю. А не проще ли взять просто вот так, отмассажировать руку, разгонять эту кровь, и она будет сто раз эффектнее, чем сидеть, а я дышу в левом пальчике правой рукой. Ну что там, ну как-то вот, что-то я в этом... То есть я понял слово, в принципе да, я согласен, вместо того, чтобы организм получал какое-то общее гармоничное состояние, получается интервенция на один орган, которым мы конкретно хотим руководить в данный момент, да? Да, а остальные ещё тогда делать... Что в это время делают остальные? Не дышать что ли тогда, это у меня там та рука, ну как это так... Что-то я... Или может это новый способ зарабатывания денег, что ли? Нет, на самом деле... На самом деле Тодор есть в этом смысл, и это практиковалось. Более того, я могу сказать, что я сам когда-то это очень давно, правда, практиковал. О чём идёт речь, когда мы думаем об этом органе, куда мы дышим через него... Думать! Думать! Ну а о чём идёт речь, конечно, думать. А не дышать через него... Нет, 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 послушайте... Дышать это... Дышать это условно, естественно, мы дышим... Это условно, конечно, условно. А, условно. Но когда мы думаем, естественно, туда прилив крови, естественно, туда идут нервные энергии, идёт туда прана, и это, конечно, это работает. С этим я согласен. Вот об этом идёт речь, просто... Я не имел в виду, что лёгкие не работают в этот момент. Нет, нет, нет. Я не говорю, что... Я имею в виду, что дышать, наверное, скорее всего, имеется в виду дышать, активировать какого-то органа, активировать его импульсы или всё что-то в таком плане, в образном виде дышать, а не в буквальном виде дышать. Потому что я вот так вопрос понял, что... Нет, нет, нет. Нет, Ярослав имел в виду совсем другое, и теперь понятно, да? Нет, нет, имеется в виду, чтобы с помощью естественного своего дыхания вызывать приток крови к определённому органу. Вот это и называется, как бы дышать через органы. То есть, дышим мы лёгкими, но вот за счёт какого-то, я не знаю, внутреннего направления, да. То есть, это своим дыханием мы призываем... Да, это в любом случае это реально, потому что ты, когда думаешь это, ты направляешь, скорее всего, опять мыслями управление это, опять мыслями, опять без них никак нельзя, вот это всё, в любом случае. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Скорее всего, вы делаете анализ социальной жизни, которая была, скажем, в ваших двух континентах, которые там происходят, психоаналитический анализ здесь и психоаналитический анализ там, который происходит. То есть, что нас объединяет, скорее всего, и что нас разделяет. Монталитет. То есть, ну, все равно что-то есть общее. То есть, у вас труд огромный. Я пытаюсь что-то ухватить, но идея очень интересна у вас. Что касается, если возьмем, что еще можно взять? Ну, по характеру, конечно, вы добрые, но, правда, у вас вообще времени нет. У вас все расписано. Что касается по здоровью, надо немножко подумать о себе. Подумать, потому что иногда у вас шалит... Это понятно, что сердце. Проблема со связи. Продолжение следует...